Здравствуйте, мои уважаемые друзья! С вами Елена и канал Ваш Домашний Лекарь-Аптекарь. Перед вами растение алоя. Я обещала сделать видео на эту тему. Алоя комнатный цветок. Он дарит нам целебный сок. Светолюбив, неприхотлив, чуть-чуть колюч, чуть-чуть красив. Растение алое очень полезно для нас, для наших детей и для наших жилищ. Алое существует более 500 видов. У меня на моих окошках, в моем доме поселились два из них. Перед вами алое вера и вот еще один алое маленький, алое древовидный. Алое древовидный отличается от алое вера. Листики у него колючие, также, но без пятнышек. И древовидный столбик. Но он еще молоденький, пока у него нет такого древовидного стебля. Алое вера, вот видите, тоже колючий, он похожий, но он более толстые стебли, вот если присмотритесь вглубь. И он в белых пятнышках. Записи об этом растении уходят далеко в прошлое. Его использовали врачи древности. Даже в священной книге Библии неоднократно упоминается это растение. Христофор Колумб брал это растение на борт своих кораблей. Для лечения ран, ожогов, травм, обморожений. Для желудка от отравлений. Для восполнения витаминов. У меня, почему два вида алои? Их сейчас много существует. Но я считаю, что это самые, самые, самые полезные растения. Сначала я расскажу о вот этом растении, об алое вера. Значит, в его состав входит аллантаин и натуральные антиоксиданты в форме витаминов группы В. Витамин С и витамин Е. Бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Алое вера лечит гастриты, энтероколиты, язвенную болезнь желудочно-кишечного тракта, бронхиальную астму, туберкулез и гипохромную анемию. Алое обыкновенный, как у нас его называют, или же древовидный, он содержит в своем составе множество ферментов, витаминов и фитонцидов. Его лечебные свойства немножко шире, чем у алое вера. Древовидный алое обладает такими свойствами, как слабительное средство, желчегонное, противовоспалительное, противоожоговое, улучшающий аппетит, улучшающие функцию пищеварительной системы. Он борется со стафилококками, стрептококками, дифтериной и дизентериной палочкой. Я надеюсь, что после этого видео эти два растения займут достойное место и у вас, на ваших окошках, в ваших домах. Про себя хочу рассказать, что я делаю с этими растениями. Алое вера, честно говоря, я больше использую для наружных целей. Из него я делаю маски для волос, для лица. Если какие-то есть ранки, травмы, укусы насекомых, вот для этой цели. Поэтому он у меня, как вы видите, намного больше, чем вот этот маленький древовидный. Древовидные алое у меня были самого большого размера, это где-то на полтора метра. Было два цветка. И эти алое, тут я тоже, вот, если вы видите, отщипывала с листиком, мне нужно было для кое-каких лекарств. И здесь тоже отщипаны есть листики. Но древовидный алое, я вам хочу рассказать, что я делала с ним и что вы можете делать, чтобы укрепить иммунитет ваш и ваших деток. Я очень люблю травы. Я их сама собираю, выращиваю сама многие из них. И вот осенью, когда в одну из осенних пор пересаживала свои алое, у меня получилось два огромных цветка, бесформенные, некрасивые. Я еще так подумала, что же мне с ними делать. Новенькие, молоденькие, вот как этот вы сейчас видите, я отсадила. Пересадила. А тут решила, а буду-ка я добавлять его в мои целебные чаи. И деткам, каждый день я подавала две чашки целебного настоя из 12-20 трав, плюс добавляла, когда уже травы настоятся и остынут, добавляла где-то пол листочка вот такого, как вы сейчас видите, сока алое чистого в чашку, плюс немножко меда. Но будьте осторожны, чтобы не было у вас аллергии на мед или на какую-то траву или на какой-то цветочек. Про травы я сниму отдельное видео, какие я люблю травы, какие я выращиваю. Подойдет весна, я даже покажу вам, что я высаживаю, что у меня растет. Сейчас зима уже, у меня все травы в собранном виде, по мешочкам бумажным разложены. Но про алое. Вот эти два алое, огромных алое, мы съели с осени до весны. Хотите, верьте, хотите, нет. Мы два года, у нас даже горло ни разу не заболело. Хотя это в норме, чтобы иногда мы там простыли, какой-то дождик моросящий, переохлаждение. Но два года ни дети, ни мы не болели. Потом. Алое. Он, я вам уже сказала, наверное, что он очищает воздух. Вот если взять вот этот огромный цветок, который у меня. Вот он в радиусе двух метров дезинфицирует воздух и выделяет полезные фитонциды, которые борются с многими вирусами. Конечно, может быть, кому-то не сильно и нравится. Не такой уж он и декоративный этот цветок. Но, не знаю, мне он очень нравится. И я считаю, что это растение заслуживает большого нашего уважения. И должно быть в наших квартирах, в наших домах, если мы хотим быть здоровыми и хотим видеть здоровыми наших близких, наших деток. А в комнате у детей, я считаю, что эти растения незаменимы.